В библиотеке ДВФУ прошла лекция о философии хакерства. Мы узнали у Сергея Култышева о разнице между хакерами и IT-специалистами, а также об информационных технологиях. По большому счету IT-специалисты это очень комплексные. Это и люди, которые занимаются телекомом, связью, это люди, которые занимаются разработкой информационных систем. И с тем ростом технологий, который мы имеем сейчас, это, наверное, одна из самых, с одной стороны, молодых профессий, а с другой стороны, самых востребованных. Таких людей расхватывают, как горячие пирожки. Поэтому роль таких специалистов сложно недооценить. Твиттер, Фейсбук – это очень удобный способ современного масс-медиа. Губернатор – публичный человек, и таким образом он пытается общаться с электротом. Как я вижу, он пытается тем самым общаться с той частью электрота, которая негативно относится к обычным СМИ. Электронное правительство – это то, что мы получаем, используя технологии при общении государства и человека, гражданину. Специалисты, их задача только обеспечить это, чтобы это было качественно, надежно и на должном уровне. Что такое электронное правительство? Это, по большому счету, то же самое правительство, только механизм общения государства и общества, он подправится под современные реалии. Если раньше это были выборы, то есть элективные высказывания, какое-то референдумы, которые проходили очно, то сейчас, по большому счету, это возможность осуществления прямой демократии, когда каждый человек может сказать государству то, что он думает, и запросить у государства, что ему необходимо. Государство может общаться непосредственно с каждым человеком. И вот смысл электронного правительства в том, что, по большому счету, информационные технологии дали лишь новый механизм. А с точки зрения философских, политических обреждений оно ничего не изменило. Это то же самое, только на более высоком уровне развития. Знаете, наверное, можем, потому что технологии нам не запрещают это представить. И даже если бы запрещали с точки зрения текущего дня, в будущем бы это появилось, задача в необходимости. Вот ты сегодня говорил о хакер-группировках, о тех же анонимусах. Как только возникает вопрос о личной идентификации, возникает вопрос противодействия этой идентификации, потому что интернет, как субкультура, сформировался за счет анонимности. Люди хотят анонимно изливать свое мнение. Это во многом негативно. Но с другой стороны, это позитивно, и это какой-то момент свободы. Если человек хочет, чтобы его знали, чтобы он был публичным, он раскрывает себя. Если он не хочет его делать, ему позволяет этого не делать. Как только мы говорим о представлении каждому человеку личного адреса, ну что ж, появится сразу механизм обхода этого явления, вот и все. Но представить подобное мы можем. Причем мы можем это, наверное, представить в рамках, например, гражданского воли и заявления. Выборы, электронная подпись. Да, это причем с точки зрения гражданского общества, электронного гражданского общества, необходимо. Но с точки зрения межличностных взаимоотношений, люди будут противиться этому, потому что это попытка влиять государство в личную жизнь. От расследования как человека, если бы я не был экспертом, я, наверное, бы подумал, что опять что-то придумали. Как эксперт закон очень сильно недоработан. Он имеет очень много лазеек, которые неоднократно обсуждались, которые позволят, пожалуй, закрыть все, что угодно. Он, в принципе, нужен-то, потому что необходимо закрывать какие-то ресурсы. Государство должно как-то оберегать детей, должно оберегать, я не знаю, неокрепшие мозги с одной стороны. С другой стороны, те механизмы, которые там сейчас предложены, они их не уберегут, потому что те же самые неокрепшие мозги 14-летнего подростка способны прочитать несколько книг из-за предложенного перечения и сломать систему защиты, использовать анонимизатор, да что угодно. То есть обойти этот механизм туда не составит. Механизмы должны быть другими. Какими? Уже есть несколько мнений, они предложены, их надо просто рассматривать. У закона есть минус. Его технические специалисты действительно не обсуждали как закон, как законопроект. Его обсуждали вообще о возможностях. И очень многое из того, что было обсудено, не было внесено в законопроект. Поэтому я считаю, что этот закон должен, во-первых, пройти еще одно чтение в Госдуме, и во-вторых, он должен быть вынесен все-таки на экспертный совет. Например, вот как сейчас создаётся при губернаторе, похожий экспертный совет среди специалистов, например, по отраслям. Здесь должны быть включены не только специалисты в области права, и патентного права, и авторского права, но также технические специалисты, которые как раз должны дать заключение, например, того, насколько он работоспособен. Но приватности в интернете, с точки зрения социальных сетей, ее нет. Все, что вы выложили там, оно находится уже на других серверах, и это доступно очень многим людям. Значит, это доступно всем. Любая система, которая создана человеком, может быть взломана человеком. И всё, что мы публикуем открыто, мы должны быть готовы и должны понимать риск того, что в любой момент, ну или с достаточно большой вероятностью, тот, кто захочет сделать, неважно из каких побуждений, он сломает это и получит доступ к этой информации. Я думаю, что большой проблемой, что если кто-то когда-то сломает твиттер губернатора, ну у него тоже же неглупые советники есть, которые ему подсказывают, как защитить себя от масс-медиа. То есть с точки зрения безопасности, ну да, есть риск, что могут взломать. Ещё есть риск разбиться на машине. То есть риск есть, он есть всегда. Другой момент, как его оценить и как от него защититься или минимизировать. Ну я так понимаю, этот риск он минимизирует. Ну можно, ну то есть можно, можно сломать всё. Другой момент, сколько на это надо денег потратить. Ну, если посмотреть анализ чёрного рынка, то взлом одного твиттер-аккаунта, простого человека, не публичного, может обойтись порядка нескольких сотен долларов, не более. Если это публичный человек, а значит возникают особо определённые риски уголовного преследования, в том числе за клевету, да, вмешательство в личную жизнь, в общем серьёзные, цена может вырастать в десятки, сотни и тысячи раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok